После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, отношения между Москвой и странами НАТО испортились настолько, что некоторые политики того самого НАТО стали открыто призывать к прямому столкновению сил Альянса с российской армией, ошибочно полагая на успех такой авантюры. На Западе привыкли считать количество танков, самолетов и на основании этого делать выводы о возможных успехах или провалах. Но на Западе не догадываются, что такое боевой дух солдата. А ведь многие историки сходятся во мнении, что именно в этом загадочном боевом духе и кроется секрет всех побед русской армии. Поднятие боевого духа достигается путем воспитания идейных убеждений, сплоченности, храбрости. Неотъемлемой частью формирования боевого духа является атмосфера товарищества и взаимовыручки. Боевой дух определяет моральную и физическую готовность солдата противостоять врагам, терпеть лишения и тяготы военной жизни, преодолевая себя постоянно стремиться к победе. О значимости этого качества говорил еще Наполеон. Один солдат, обладающий высоким боевым духом, стоит трех лишенных этого оружия. Но на Западе привыкли воевать за деньги и желательно в комфортных условиях. И когда одно из этих правил не выполняется, то у солдат НАТО начинается паника. Издание Military History of Italy опубликовало интервью с итальянским летчиком, который был перехвачен русским истребителем Су-30СМ. Итальянец находился за штурвалом флагмана американской авиации пятого поколения F-35-ей. Но после этого инцидента он был отстранен от обязанностей пилота и от дальнейшей службы. Что же случилось на небе во время той случайной встречи? Узнаем это со слов самого итальянца. После случившегося пилот с позывным «Фалко» дал интервью итальянскому изданию Military History of Italy. Он рассказал, что они прибыли в Эстонию на четырех истребителях F-35. Их целью было патрулирование воздушного пространства над Балтией. Во время очередного запланированного вылета итальянец был внезапно перехвачен российским истребителем. Причем системы обнаружения сработали только тогда, когда Су-30 уже находился на расстоянии не более мили. Он появился практически из ниоткуда. «Я очень растерялся, так как не ожидал его увидеть так близко», – описывает свои первые впечатления итальянский пилот. «Фалко» рассказывает, что русский летчик вел себя очень вызывающе. Он неоднократно терялся из виду, при этом системы обнаружения и оповещения американского истребителя раз за разом отказывали, их приходилось перезагрузить. Итальянец говорит, что их предупреждали о том, что русские могут применить «Хибин» – это средство радиоэлектронной борьбы. Но когда он столкнулся с этим на деле и приборы наведения, и поиска цели в один миг отказали, его охватил испуг. Увидев, что русский истребитель быстро приближается, «Фалко» решил применить стандартную схему для таких случаев. Он повернул свой самолет на 30 градусов, чтобы сохранить безопасное расстояние. В это время он планировал провести очередную перезагрузку систем и уйти от рэп настырного соседа. Сначала казалось, что это помогло. Итальянец повернул свой воздушный корабль к российскому для сближения. Он знал, что тот в любую секунду способен нанести удар. Хотя обычно в пограничных территориях военные лётчики ограничиваются предупреждением. Они следили друг за другом. Но тут Су-30 быстро отстал и скрылся из виду. На минуту у итальянского пилота вновь сбились показатели системы обнаружения. И вдруг российский фланкер оказался прямо перед F-35. Он пронёсся очень близко, едва не задев американский истребитель левым крылом. «От неожиданности я просто замер от страха. Такого опасного манёвра от русских я не ожидал», – так комментирует свои впечатления Фалко. Итальянский лётчик стал плавно совершать разворот в горизонте, стараясь всем своим поведением не вызвать агрессию у русского пилота. Он увидел, как Су-30 под ним зашёл ему в хвост и опустился вниз. Фланка старался держать русский истребитель в зоне видимости, поэтому тоже повернул самолёт к нему вниз носом. Русский пилот видел манёвры и вмиг оказался перед ним. И в тот же миг на борту F-35 опять начались проблемы с приборами. Лётчик Италии повернул на 40 градусов, снова стал перезагружать системы обнаружения. На короткий миг он потерял Су-30 из виду. А когда обнаружил, тот уже сверх ушёл прямо на него, изображая атаку. «Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что он достиг даже кончиков моих пальцев на ногах», – вспоминает итальянец. Фалко осознавал, что русский лётчик просто проверяет, на что способен американский F-35. Он также понимал, что пора прекращать эти недетские игры и возвращаться на базу. Он боялся того, что, выяснив всё, что надо, «российский истребитель откроет огонь». «Думая об этом, у меня непроизвольно стали выделяться слёзы. Я вспомнил свою невесту и брата, которые ещё месяц назад провожали меня в командировку», – признался пилот Италии. Он знал, что Сушки способны вести манёвренный тактический бой на высоком уровне. Но никак не ожидал, что новейший американский истребитель со всеми современными системами и новейшим вооружением можно так легко обойти. Тем более, если учесть, что Су-30 – машина четвёртого поколения, хотя и модернизированная. Вернувшись на Землю, Фалко долго находился в тяжёлом состоянии. По его словам, он больше не хотел бы быть участником подобных встреч в небе. Впоследствии, посетив психолога, его сразу отправили домой и отстранили от службы. Психика итальянского пилота оказалась расшатана.